Люди пишут. Пишут. Пишут, народ. Всем привет! Вы смотрите Sapien Channel. У тебя какая-то фигня на лице. Это не фигня, это пластырь. Зачем там пластырь? Я брился. Не видно, да? Не очень. В общем, всем привет! Мы рады видеть вас на нашем канале Sapien Channel. И сегодня у нас для вас 30 самых странных и удивительных изобретений. Вот вижу интересную штучку. Коляска с кейк. Это коляска с клеткой. Я даже не понял, если честно, сначала с этой фотографией. Оооо! Слушай, это моя мечта. Ну, как сказать. Да, нет, конечно, о дикишках я не мечтаю. Но вот так прокатиться. Коляска-самокат. Знаешь, я так часто катался в супермаркете. Один раз чуть не брякнулся. На коляске мы все катались. Можно сбивать стенду бутылок. Ой, да. Я вот просто, если это выпустят на рынок, представляю уровень разрушений. Можно детьми разбивать всякие источники. О! А вот у меня интересный еще товарищ. Слушай, это мне надо в работе использовать. Все время носить коньячок. Залил галстук одел и пошел работать. Да, работа у нас нервная. Пожалуй, пригодится. Хорошая штука. Да. Хорошая штука. Это что это? Чистые ноги, а? Это волосатые колготки для защиты от насильников. Какие? Конечно, с такими ножками никому и в голову не придет подойти. Это фотошоп. Глянь, ну посмотри. Так это колготы волосатые. Да ну просто. Это интересно, достаешь все волосы вообще или? Я даже не могу сказать. Кстати, хорошая мысль. Слушай, давай дальше. Давай дальше, да. Да, потому что это. А вот это креативно. Где-то раньше видел, поэтому прикольная штука. Дверь для игры в пинг-понг. Прикинь, если бы все двери там были. На каждой работе такие двери. Никто бы не ходил, а просто играли бы люди в пинг-понг и все. У меня сразу по этому поводу куча странных мыслей. Вот можно попробовать дверь ванную. Ванную? Опустил какой. Представь, что вот здесь стоит ванна. Ты когда надо ее перевернул и там моешься. А потом слил воду. Да, это странно. Давай дальше. Ну? Это что, зонт сычками? Ну бывает такой дождь, когда ты просто... Хочется закрыться зонтом напрочь. Да, прикольный зонт на самом деле. Не надо его наклонять, чтобы... А я все время когда хожу под дождем, наклоняю зонт в зависимости с какой стороны ветер дует. Ну, знаешь, тут как бы можно продолжить аналогию и уже ходить в таком целиком плач-палатке. Это да. О! О, да. Костюм для ребенка, который может заодно протереть пол. Наверное, я всегда-то об этом мечтал, чтобы ребенком протереть пол и дома. Ну, по крайней мере, теперь я вот нашел хотя бы одну причину завести детей. Я не знаю, по ходу дела топ бесполезных вещей. Я не знаю, зачем это. Ладно, но это странно и можно, наверное, дальше достать. О, это для одиноких людей вот рубашка. Обними меня, подушка, обними меня. Это кружка утюг. Вот представь, что ты пьешь кофе и гладишь рубашку. Слушай, я представил, как я пью кофе, вот, собираюсь на работу, у меня деловой стиль. Вот, я одеваю белую рубашку, заварил себе кофе и вот так вот по всей гладильной доске кофе разливается. Вот о чем и речь, я сразу подумал, что я залью этим кофе всю свою одежду. Темная, я сразу рубашку сейчас поставлю. Это опасная вещь. Половил, я стала темная, да. Ну ладно, давай дальше. Кофейного цвета. Вот это крутяк, вот это огонь просто. Да, пресс за 6 секунд, надеваешь такую штуку и под футболкой все красиво, рельефно. Да, так ты их главное снимаешь, он же придавливает и ты такой, ну я крутой чувак и чем. Да нет, это надо, это под футболкой надо носить. То есть, носишь, да, и создаются эти пластили, да. Ну, в общем, можно очень быстро стать красивым, всем девушкам нравится. Для настоящих ленчаев, а вот это вот неплохо. У вас есть дома попугаи, тогда купите эту доску. У кого нет бороды, можете купить такую шапочку, да. Ну вот, и называется, пожалуйста, шапка-борода. Ну, надо подкинуть эту идею гражданским активистам. Ну, кстати, ты знаешь, да. Они, по крайней мере, будут выглядеть более мило. Приглядит тепло, кстати, вот этой шапкой, я думаю, ходить. Прикольно. Идея интересная. Да, действительно, ух ты. Это что такое? Спальный мешок с руками и ногами. А чем он отличается от костюма? А, знаю, что за день какой минус, вот большой минус. Не сделали шеринку, чтобы сходить в туалет. Так, подожди, а чем он вообще отличается от любого другого костюма? Ну, это спальный мешок, где можно спать. Ну, смотри, в курт я тоже могу спать. Нет, так в этом удобнее будет, наверное. Вот это. Утки. С точки зрения науки. Но это действительно нут. Это смешно. Мой хозяин идиот из категории. Ну, действительно, посмотри на нижнюю собачку. Да ужас, мне вот эти три билли билли дилли просто. Да, это вообще... Зонд для собак тоже интересная вещь. Колпачки для ручки в виде столовых приборов. Да, слушай, прикольная штука. А это креативно. На самом деле, я все время, знаешь, когда пишу, если долго там останавливаюсь на паузу, то... Ты разгрузишь ручку? Да, я грызу колпачок, а тут можно, знаешь, допустим, вилку взять. Ага, это вилку макарон. Не, стейк, знаешь, так наследил, типа, пишу что-то. Я глусил. Представь меня, я пишу за стейком. Я представляю, что у тебя будет на бумажке, сколько жирных пятен. Этот творческий подход. Что это? Это угловые портреты. Ну, картины. Понял, рамка угловая? Можно фотографию или в двух проекциях, или вот такая панорама. Слушай, а можно я сделаю так твой портрет? Такой, я буду выглядывать с угла. Эй, парень, не хочешь сегодня видео записать? А ты записал сегодня видео? Да, да, да. I feel good. А ты поешь в душе? Бывает. Тогда это мочалка для меня. Тебе не кажется, он по-моему на Нагеева похож? Может, он снимался в их рекламе? Физрук. Точно, точно. Это физрук. Второй или какой-то? Третий сезон. О-о-о-о-о, тапочки с подсветкой. Интересно, они включаются, стоп-сигналы? Фары есть, стоп-сигналы включаться, поворотники. А на морде кепка с дворниками. Ну, в общем, Богдан очень странный изобретение, я даже не знаю, куда их применять. Ну, тем не менее, есть пару очень креативных идей, которые мне приглянулись. Тебе что, понравился спальник? Да, я хочу в нем танцевать. В общем, если вам понравилось это видео, обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх, пишите комментарии. Всего хорошего. И до новых встреч, друзья. Пока.